Окошко моя выдвинуло ящик и засело вот в этом ящике, где лежат мои вещи. А я-то думаю, я в ванной была, думаю, что же это за шум такой, а? Хозяйка, что ты здесь делаешь? Всем привет! Добро пожаловать в Волод на пару! Хорошо, я сразу выпендрюсь, скажу, что я сняла видео! Какое видео я сняла, вы увидите во вторник, сейчас вот в четверг или пятницу, нет, когда, а какой сегодня день, мама? Четверг! В пятницу или в субботу выйдет видео архивное на моем канале и потом уже во вторник, скорее всего, я очень хочу на вторник выйти. Во вторник выйдет видео, которое я снимала сегодня. Кстати, помните, мы взяли вот этот наборчик в Нарс и там один теплый цвет, один холодный цвет. Вот я сделала макияж сегодня одним единственным вот этим теплым цветом, получились такие прикольные смоки. И что очень круто, меня прям подкупило, я не ожидала ни одной блестинки, он очень блестящий просто цвет, там много блесток, ни одна блестинка не упала вниз. То есть они вообще не сыпятся, они какие-то волшебные и не сыпятся. Вот так. Так, губная помада, если кого интересует, это Urban Decay, на которую я так и не сделала еще свочи, а они скоро уже выйдут из ассортимента. Вообще не будут. Да. Вот так вот сегодня такое прекрасное начало дня. Я уже сняла два видео. Очень давно спрашивали, какими... Как они называются-то? От укачивания таблетками я пользуюсь. Первые гомеопатические, они на букву К называются, я так и не вспомнила, как они называются. И я их использовала, когда я летела туда и обратно, и мне как раз хватило именно вот на перелет. Но их нужно, по-моему, каждый час или каждые два часа рассасывать. То есть не поспишь, так скажем. А вторые, они не гомеопатические, их принимаешь и за час, по-моему, и забываешь вообще о том, что тебя укачивает на каких-то пять часов или на шесть часов. Называется это Dromina. Вот так упаковочка выглядит, если не поменяли ничего. Ну, мне больше нравятся гомеопатические. Мне просто кажется, что они безопаснее. Вот так. А эти, ну, я особо ничего не почувствовала, конечно, побочных эффектов, но у них прописаны побочные действия. А у гомеопатических не выявлены побочные действия. Поэтому, если у вас есть такая возможность, каждый час-два рассасывать эту таблетку, то, конечно, гомеопатические лучше. На мой взгляд. Сегодня буду делать необрезной маникюр. Вот у меня уже так взросли ногти. Вот. И что я делаю, когда делаю необрезной маникюр? Я беру... Я беру вот такую пилочку. Вот здесь написано, какой она фирмы. Вот такой фирмы пилочка. Шерен Лейджел, Professional Gemini. У меня есть еще одна другой фирмы. Сейчас покажу. Вот такая. Она больше. Другой фирмы. Long Lasting Diamond File. И вот эта пилочка мне совсем не нравится. А вот этой пилочкой я пользуюсь уже много лет. Ее гарантия 5 лет составляет. Но я ее пользуюсь уже гораздо дольше. И, в принципе, вот еще новую. Потому что немножечко она уже стала хуже работать. Что я делаю? Не снимая лак, вот таким образом она специально так создана, чтобы подпиливать именно кожу, ороговевшую, вокруг ногтя. И вот всю кутикулу таким образом спиливаю на каждом ноготке. И когда я все сделаю, я вам покажу, как будут выглядеть все ногти. Ну вот уже видно. Видите, вот потом этой острой стороной пилочки все вот это счищается. Таким образом, несколько раз до следующего обрезного маникюра я делаю вот такой подпиливаемый маникюр. Снова здравствуйте. Привет. А мне еще не было видно, кажется. Себя нет, ты только за кадром разговаривала. Всем привет. Да, вот Бася, видите, опять пристает ко мне. Значит, про маникюр. Баська, больно, да расскажу. Покажи нам, какой он сейчас маникюр. Значит, после того, как я вот это все подпилила кутикулу, дальше идет все по плану. Сначала я снимаю лак, потом мою руки с мылом, а потом Бася забираем, а потом три вот эти маски, которые я обычно наношу, и потом основа, лак и покрытие. Вот такой получился сегодня маникюр. Меня нет. Вот, вот такой вот получился. Красивый цвет, но что-то, мне кажется, он мне не очень идет. Ну, не знаю. Вот, еще что-то. Батарейка все. Сейчас стоит батарейка? Ну, переставляй, бегло. Не, ну, давайте пока у нас еще есть батарейка. Так, и, значит, что еще у нас хорошего? Вопросы. Нет, а что у нас еще хорошего такого? Сегодня был очень тихий, размеренный день. Сначала я снялась, потом что-то еще я делала, потом маму убиралась. Потом она засняла. Потом, да, я очень сильно... Дождь идет, я так сильно захотела спать, я пару часиков поспала. Вот. Вот, да. И вопросы. Марьяна Борзых спрашивает, у вас утюг Тефаль? Купила себе похожий. Как давно пользуетесь? Хотелось бы услышать отзыв. Да, Тефаль утюг у нас. Мы его не покупали. Что ты-то? Ты его что, используешь? Гладишь? Это же правда. У нас Аня... Вот, кстати, когда вы писали, кто что любит делать дома и кто чего не любит делать дома, очень многие написали, что не любят гладить, и кто-то написал, что вообще не гладит постельное белье. Я давно хотела у вас спросить, но очень стеснялась. У нас в Москве, я от многих уже слышу, что не гладят постельное белье. Да, вообще люди не гладят. Я так жить не могу. Я просто помешана на глажке, вернее, на глаженном белье, глаженной одежде. Аня у нас, вот, если ей дать волю, она вообще гладить не будет. Я очень хочу, чтобы вы написали, как вы относитесь к тому, чтобы не гладить постельное белье. Напишите, пожалуйста. По-моему, надо посветлее надо делать. По-моему, надо поменять батарею, потому что сейчас на самом интересном есть. Нет, давайте, какой-нибудь вопрос. Вот, значит, утюг тефалевский очень хороший, нормальный, прекрасно работает. Мы уже говорили, что у нас все утюги были тефалевские. Да. Вопрос от Лейлы Королёк. Можно узнать, почему Бася дома в одежде? Это просто ваше желание или необходимость? Это необходимость. Когда мы взяли эту собаку... Мама смеялась. Я смеялась. Я говорила, я никогда в жизни не буду собаку одевать, но это просто извращение какое-то. Оказалось, что у этой собаки нет подшурстка. Она очень мерзлая. И они мерзлявые. И когда мы первый раз попали в магазин с этой собачьей одеждой, я там познакомилась, вот так просто разговаривалась с одним мужичком, а он был там прям вот с такой же собакой, но только она покрупнее. И они ей выбирали одежду. И вот он... А собака у нас была совсем еще маленькая. И Аня говорит, давай мы ей купим там носки еще что-то такое. Говорит, ты что, с ума сошла? Собаке носки покупать. И вот этот дядька мне рассказывает, говорит, ой, моя так мерзнет. Особенно, говорит, когда еще батареи не включаю, я ей покупаю носочки, тапочки, там, ботиночки. Она по дому у меня ходит, одеваю тепло. Я с ним поговорила, подхожу, говорю, Аня, там какой-то психологи ходят, носочки покупают, собаки, говорит, она мерзнет. Вы понимаете, а этот человек открывает все окна постоянно и морозит все в доме. И я вам серьезно говорю, все трое, кроме нее, кошка, собака и я подыхают от холода. А Аня очень хорошо эту собаку понимаю. Я очень хорошо ее понимаю. Она уже сидит, уже ды-ды-ды-ды-ды-ды. У нее лапы холодные, уши холодные. Она забивается во все теплые щели. Ну вот тогда мы ее одеваем. Это необходимость, теперь я это уже понимаю. Наконец-то! А не необходимость не открывать окна, чтобы я не валяла? Нет. Говорю же, надо проветривать. По пять часов. Вернулись. Поэтому мы теперь собаку одеваем, когда у нас холодно. А вот было несколько дней очень холодно. Ну а ночью она снимает каким-то образом эту кофточку, я не знаю, и забуривается ко мне под одеяло. И, кстати, я хочу сказать, что если кто-то удивляется, собака спит со мной. Это первое вообще животное в моей жизни, которое спит со мной. Неправда. Правда. Кот спал с тобой постоянно. Нет. Кот спал только в ногах. Но все равно же у тебя в кровати он спал. И спал в ногах он у тебя только потому, что ты его шибанула, когда он тебя поцарапал. Он был маленький, и ночью, видимо, у меня глаз задергался, и он начал лапкой играть, сильно меня поцарапал. Я проснулась, шуганула его, и он потом боялся уже рядом со мной ложиться. Он вообще очень пугливый был. Ирина Гордеева задает вопрос. Конечно, Новый год надо отмечать дома. Вообще зимой вы куда-нибудь любите ездить, отдыхать, или только летом? Ну, в основном у нас получается только летом. Вы знаете, мы три раза встречали Новый год не дома. И все эти три раза были еще, когда у меня муж был жив, Анин, папа. Один раз мы в Крым ездили. Один раз мама зимой в Китай ездила. Но это не на Новый год. Не на Новый год просто. Вот. И два раза мы ездили встречать Новый год в Таиланд. А так вот уже, когда с Анютой мы остались, никуда не ездили. Мы в основном летом ездим. Но очень хотим. Вообще, раньше у меня была мечта, и я думаю, что мы ее осуществим, ездить четыре раза в год. При мужа у нас получалось три-четыре раза в год, но не осенью. Не все за границу. Ну, практически все за границу. Только мы осенью никак почему-то у нас не получалось. Потому что я в школу как ушла, да. А так мы ездили два раза летом, как правило, в начале и в конце лета, весной и зимой. Вот мы с ним ездили. Ну, мы просто очень много работали, поэтому просто не было возможности физически бросать работу и ехать куда-то. А так вот, ну, пока у нас сложности не появились после маминой смерти. Ну, в общем, так вот все это закрутилось. Ездили мы два раза в год отдыхать в мае и где-то в конце августа, в сентябре. От Анастасии Котлеровой. Хороший вопрос. Анечка, расскажи, пожалуйста, свое мнение о книжках Зов Катушки. Как Кукушкина. Шелкопряд и на службе Зла. Значит, ну да, я читала, что... Что она нашла, да, разгромное видео про эти книги. Ну, вы знаете, я думаю, что мое мнение не совпадает. У нас сейчас время закончится. Сейчас. Так, я вернулась. А что я должна... А, Зов Кукушкина. Да. У меня, я думаю, мнение другое, не такое, как у разгромных критиков. Мне понравилось. Просто потому, что я люблю слов Джоан Роулинг. И, честно говоря, он не всем нравится. Вот то, как она пишет, не всем нравится. Потому что у нее очень много описаний. Она очень, там, в детали какие-то, в дебри уходит. Мне нравится, как она пишет. И мне нравится, что... Ну, это не всегда бывает в книгах, даже, ну, в детективных книгах, не всегда бывает, что ты до последнего не знаешь, кто совершил убийство. Вот в ее книгах так получается, что да, ты до последнего не знаешь, кто совершил убийство. И мне это очень нравится. Как я вам сказала уже, что чем дальше, тем более жестокими становятся сами убийцы. Но, наверное, в этом какое-то есть очарование и ее книг. Я прочитала первое «Зов кукушки». Ну, закончила первое. Аня после меня читала. Я долго ее читала. Мне вообще эта книжка не понравилась. После этого Анюта первая прочитала «Шелкопряда». И вот восторгалась, восторгалась. Я сейчас заканчиваю эту книжку. На «Службе зла» я еще не читала. Что я могу сказать? Ну, вот, понимаете, для меня это очень занудно. Я считаю, что детектив, он должен вот с первой минуты так тебя подхватить, что ты не можешь от этой книжки оторваться. Мама говорит, это занудно. А я когда начинаю читать Нера Вульфа, я на нем засыпаю. А маме Нера Вульф очень нравится. Хотя я там динамики абсолютно никакой не вижу. Там много всего другого интересного. А здесь ничего такого интересного. Ну, не знаю, в общем. Ну, в общем, это на любителя. И если вам нравится именно как пишет Джон Роулинг, то я думаю, что понравится. Единственное, что я еще раз говорю, чем дальше, тем более они становятся жесткими. Я, конечно, и третью добью. Но если и она мне не понравится, больше я ее читать не буду. Ну, и наши благодарности. Я сегодня очень благодарна, что спонтанно сняла видео. И что мы посмотрели вторую часть, ну, да, второй фильм. То есть вы поняли, что первую мы уже посмотрели. Звездные волны. Осталось еще сколько? Нет, мы уже... А, это второй только фильм? Шесть осталось. Такие длинные фильмы. Шесть осталось. Но сегодня мы посмотрели тот фильм, который мы еще ни разу не смотрели. Да. Поэтому было, ну, так, более-менее интересно. Я за что сегодня благодарна. Вообще день сегодня был хороший, замечательный. И очень приятно находиться дома, когда ты не валяешься, а когда ты можешь что-то делать. Но еще не какой-то тяжелый... Ой, наш индуктор звонит! Да. С отдыхом. Вообще такая неудивленная, как какой-то там номер у нее высветился. Нет, ну, на самом деле, у меня бы часы не дрыкали. Я бы даже не подумала, что мне кто-то звонит, потому что по WhatsApp-у звонил. Ну, вот так вот. Заур Анатольевич, здравствуйте! Я... С отдыха звонит. Как вы себя чувствуете? Неделя прошла. Думает ни слуха, ни духу. Либо померли, либо все хорошо. Вот, так что очень я счастлива, что уже лучше. Но я говорю, что еще, конечно, тяжести нам нельзя носить, такие тяжелые совсем уже. То есть разборкой мы не занимаемся, и все равно наклоняться еще пока нельзя. Но мне все равно предстоит еще операция. Такую легкую работу по дому... Конечно, предстоит, и что. Но легкую работу по дому я с удовольствием выполнила. Да. Вот так вот. Мы с вами обязательно увидимся завтра. Спасибо вам огромное за комментарии, которые вы написали. Я очень рада, что вам интересно то, что мы вам показываем, снимаем. И мы с вами обязательно увидимся завтра. И спасибо за вопросы, которых становится почему-то все меньше и меньше. Пишите вопросы, задавайте вопросы. Да, вот сегодня напишите, пожалуйста, вопросы, которые вас интересуют. Интересные какие-нибудь. Мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойной ночи. Пока-пока-пока. Пока-пока.